Добрый вечер, мы на очередной вебинаре о теме криптовалют. Давайте проверим качество трансляции. Если меня не слышно, можно всех в общий чат поставить. Либо плюс, потому что мы не можем прийти. В последнем вебинаре будет длиться примерно в течение 40 часов. Будут вопросы, я постараюсь на каждый вопрос ответить. Поэтому в среднем формат у нас примерно такой. Наш вебинар состоит из трех частей. То есть первая часть вводная, где мы обсуждаем теоретическую основу рынка криптовалют. А вторая часть — это техническая. Она занимает самое продолжительное время, так как мы рассматриваем графики основных криптовалют, те изменения, которые произошли за минувшую торговлю. И последний ответ на ваши вопросы, которые вас, возможно, накопили за все время, может быть, за прошлый. А если от нас впервые, то всегда готов ответить на те вопросы, которые у вас, возможно, уже давно. Уже не первый раз к нам присоединяйтесь. Естественно, поговорим с вами о том, что произошло за минувшую торговую неделю. Ну и традиционно определенную форму криптовалют. Мы не можем окулировать другую неделю. Идем на предстоянии. Наблюдаются проблемы со связью, да, может быть, или как-то. Так как будете верить на с помощью другого браузера, вам помочь, насколько я понимаю, онлайн-трансляция должна идти без каких-либо. Вот. В очередной раз я рад приветствовать. Традиционно мы собираемся каждые 4.19.00 по московскому времени для обсуждения основных тенденций на рынке криптовалют. Напоминаю также, что в рамках канала наших трейдеров организована группа в Мессенджере и Телеграм, где регулярно ведется обсуждение самых актуальных новостей из мира криптовалют. Дополнительно там наши трейдеры и аналитики, профессионалы в области торговли делятся с вами своими торговыми идеями, опираясь на которые вы можете также успеть торговлю в рынке. Я очень уверен, что 100% тенденций на рынке сказываются на результатах наших клиентов. Так, соответственно, насколько я понимаю, интернет-связь работает, то есть задержанных никаких не должно быть, поэтому может быть проверить динамики, если меня плохо слышно, может быть увеличить громкость, потому что я настроил все оборудование по максимуму, интернет-связь должна идти на максимальной скорости, поэтому никаких задержек быть не должно. Средний возраст трейдеров сложно сказать, потому что каждый трейдер индивидуален, и какой-то общей статистики мы не собирали, но в целом могу сказать то, что в компании «Амаркетс», компания «Амаркетс» славится тем, что в ней один из самых высоких процентов именно успешных трейдеров, то есть это как раз достигается за счет оперативной поддержки наших трейдеров, клиентов, которую оказывают наши финансовые консультанты, наши финансовые аналитики, и уверен, если вы уже являетесь клиентом, то вы по достоинству должны были это оценить, если еще нет, тогда обязательно регистрируйтесь и входите в число успешных трейдеров нашей компании. Итак, давайте начинать. Я думаю, может быть, чуть-чуть, немножко времени нужно для того, чтобы связь более-менее настроилась, у меня все работает отлично, если какие-то технические моменты в течение будут возникать, в течение вебинара, обязательно дайте мне об этом знать в общем чате, постараюсь подрегулировать звук, может быть, настроить как-то по-другому, другими параметрами те средства, которые я сейчас использую. Ну, в целом, все-таки есть те, у кого не наблюдается вообще проблем со связью, есть ли среди вас те, кто прекрасно меня видит, слышит и готов... Да, отлично. То есть, в целом, трансляция идет, все замечательно. Тогда давайте начнем. Традиционно начинаем с водной части, что такое криптовалюта. Да, это актив, который является полностью цифровым, к которому нельзя прикоснуться. Все, наверное, из вас об этом прекрасно знают, но, как мне кажется, лишний раз об этом напомнить все равно стоит. Потому что трейдеры не всегда понимают различия между разными финансовыми активами. В случае с криптовалютами нужно понимать все равно, почему их курс настолько динамично изменяется, например, в отношении базового актива, например, доллара. И сравнивать, конечно, криптовалют с другим рынком не всегда правильно. Первая самая популярная криптовалюта – это биткоин. Появился она в 2008 году. Основное преимущество, то есть, системы блокчейна, на которой основаны многие криптовалюты – это принцип анонимности. Новые биткоины, другие альткоины, объявляются за счет майнинга, или по-другому вознаграждения за обработку транзакций в сети. И как раз, может быть, среди вас есть те, кто именно таким образом и зарабатывает. Некоторые свои намайненные криптовалюты, соответственно, на них продолжают торговать, некоторые сразу обращают их в деньги. У каждого ситуация разная, но, тем не менее, принцип возникновения новых криптовалют, я думаю, всем понять. Количество биткоинов заранее известно, ограничено это само собой. Есть открытая информация о кошельках, поэтому она располагается только в сети, поэтому это вполне очевидно. Где же хранятся биткоины и другие альткоины? Они хранятся на специальных кошельках в интернете. Некоторые из них вы можете сейчас видеть на слайде, также их можно хранить на жестком диске компьютера и на мобильном устройстве. Очень гибкая система, которая позволяет вам в любой момент воспользоваться вашими заработанными, либо на майнингами, альткоинами, либо биткоинами. Почему биткоин и другие криптовалюты будут и дальше расти? Ну, соответственно, технология блокчейна, на котором основаны многие криптовалюты, она инновационная, она уже начинает постепенно конкурировать с системой SWIFT, которые, наверное, все из вас пользуются. Это переводы через банковские карты. И, собственно говоря, многие даже центральные банки, об этом мы чуть позже поговорим, задумываются о том, чтобы внедрить эту систему как основную внутри своих стран для расчетов, для торговли, дабы не быть привязанными к тем странам, с которыми они конфликтуют. Большие деньги официально могут работать с криптовалютами, реализуется это благодаря производным инструментам, а именно фьючерсам, которые запустили еще в прошлом году на двух биржах крупнейших в Соединенных Штатах Америки. Это регулированные площадки, поэтому инвесторы вполне свободно могут покупать огромные контракты и получать, соответственно, огромное количество криптовалюты. Психология рынка, естественно, будет этому способствовать. Все больше людей ежедневно узнают о криптовалютах, и, безусловно, появляется желание их приобрести, ввиду того, что это очень популярный инструмент. Опять же, многие наслышаны о тех людях, которые заработали свое состояние, миллионное состояние еще в прошлом году на довольно-таки динамичном росте курса многих криптовалют. Поэтому, безусловно, у каждого есть желание приобрести данную валюту, и вера в них пока не угасает. Ну и, собственно говоря, также многие страны, как я уже озвучил ранее, пытаются внедрить криптовалюты как систему расчета, то есть это очень удобно, и об этом мы тоже чуть позже поговорим. И на данном слайде представлены ваши торговые возможности, то есть те площадки, через которые вы можете работать с криптовалютой, на данный момент их огромное количество, можно торговать на криптобиржах, можно торговать через брокерские компании, как раз на Аммаркетс также реализована возможность торговли криптовалютами, поэтому наши клиенты этим уверенно пользуются. Да, и у нас также есть огромное количество примеров тех трейдеров, которые еще в прошлом году, даже и в этом году, заработали огромное состояние, как раз торгуя на рынке криптовалют. Об этом вы, кстати, можете прочитать на сайте компании Аммаркетс. На данном слайде представлены основные различия между криптоплощадками и брокерами, то есть криптобиржи, они существуют только в сети интернет, нет наличия физических офисов, нет никакого, безусловно, регулирования на криптоплощадках, поэтому огромное количество случаев, когда инвесторы просто не получали свои денежные средства обратно, неудобный, естественно, процесс пополнения и снятия, это не везде, но опять же такие случаи встречаются. Я не думаю, что все из вас сразу же пойдут торговать на одну и ту же биржу, но это было бы просто помечиво. У каждого есть свое мнение, каждый выбирает для себя разные площадки, но многие, точнее, сталкиваются с определенными трудностями. Ну и, безусловно, функционал для торговли не самый удобный, не самый простой, нужно, конечно, очень много времени потратить на то, чтобы освоиться и, скажем так, привыкнуть к работе на торговой платформе, которую предоставляют, соответственно, различные биржи. В плане брокера здесь все гораздо проще. Во-первых, есть защита, есть регуляция, которой брокер подчиняется. Это, безусловно, дает вам больше надежности и понимания того, что ваши денежные средства действительно находятся под защитой. Групное количество удобных способов пополнения и снятия, что, опять же, позволяет вам оперативно воспользоваться вашей прибылью, заработанной на криптовалюте. Ну и самая популярная торговая платформа, MetaTrader 4, я думаю, многие из вас с ней рано или поздно сталкивались либо столкнулись сейчас и оценили по достоинству тот функционал, который там представлен. Ну и, безусловно, срок работы биржи сейчас любой, да, он не самый долгий. Брокерские компании работают очень давно, а компания Markets уже более 10 лет на рынке. Безусловно, такой компании доверять можно. Итак, на этом предлагаю завершить вводную часть. Давайте сейчас в формате буквально там нескольких минут стараюсь ответить на те вопросы, которые есть, если они у вас сейчас накопились. Пишите их в общий чат. На данный момент я пока параллельно буду запускать демонстрацию экрана для того, чтобы мы с вами могли уже перейти к техническому анализу графиков различных криптовалют. Иван, я согласен, потому что немногие знают фундаментальный технический анализ, но, тем не менее, как раз для этого мы и проводим наши регулярные вебинары с целью того, чтобы многие трейдеры и инвесторы, опираясь как раз на фундаментальный технический анализ, который предоставляет и компания Markets, и другие источники, да, могли успешно вести на крипторынке. Итак, прошу вас, уважаемые коллеги, трейдеры, инвесторы, поставить в чат единицу, либо плюс, если вы видите демонстрацию моего экрана, если на данный момент тот график, который я сейчас отобразил на своей торговой платформе, вам также виден. Есть. Замечательно. Тогда давайте приступим. Давайте сначала по традиции несколько слов скажем о тех новостях, да, которые были за минувшую торговую неделю. Их было огромное количество. Во-первых, стартовало ежегодное уже практически мероприятие «Консенсус». Оно было с 14 по 16 мая, буквально вчера оно завершилось. Было более 7,5 тысяч участников, более 400 спикеров. Говорили много о криптовалютах, разные тезисы звучали, но, к сожалению, это не вызвало должной турбулентности на рынке криптовалют. Какой-то сильной реакции после этого не последовало на многих активах. Единственное, наверное, стоит отметить Zcash, но о нем мы поговорим чуть позже. Если просматривать график биткоина, то никакой особой реакции мы не видим после того, как это мероприятие состоялось и после тех тезисов, которые были озвучены. Вообще создатель эфира Виталий Бутерин, как говорится в СМИ, даже не приехал на это мероприятие, вместо этого пошел на рыбалку. Поэтому эта новость, к сожалению, не оправдалась. И в какой-то мере это было немножко очевидным, потому что ситуация на рынке, о которой мы говорили еще в прошлый раз, она развивалась не так стремительно. И мы говорили про возможность консолидации в многих активах, что, в принципе, мы и наблюдали как раз в рамках той недели, которая у нас завершилась. Что стоит отметить, какие новости могут повлиять еще в дальнейшем на рынок, какие новости были интересными для нас. Площадка Coinbase, соответственно, сейчас начала работу с крупнейшим брокерским дилером, который регулируется финансовой комиссией SEC и планирует дать все возможные условия для того, чтобы на этой площадке работали институциональные инвесторы. То есть, во-первых, сделать возможность хранения криптовалюты для них, а также создать наиболее удобную площадку для торговли электронную с отличным интерфейсом и возможностью оперирования крупным капиталом. Ну и, соответственно, это, как заявляют представители Coinbase, способно в дальнейшем привлечь инвесторов на общую сумму, как минимум, они рассчитывают примерно на 10 миллиардов долларов. То есть, по заявлениям представителей Coinbase, у многих институциональных инвесторов есть огромный интерес к криптовалютам, поэтому они просто сейчас не заходят ввиду того, что им неудобно работать, нет должного регулирования, нет определенных моментов, на которые они обращают внимание, поэтому Coinbase как раз сейчас занимается тем, чтобы оптимизировать данные процессы, ну и, соответственно, привлечь крупный капитал на рынок. Из негатива Microsoft запретил рекламу в своем браузере BING криптовалют. Это было ожидаемо, тем более на прошлой неделе мы говорили о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс говорил в своих заявлениях Bloomberg о том, что если он торговал на криптовалюте, он занимал бы больше короткие позиции, после чего, конечно, ему поступило много предложений о том, чтобы он все-таки начал торговать, чтобы не был, скажем так, голословным, но пока никаких официальных заявлений больше не последовало. Последовало как раз вот запрет рекламы на многих страницах, соответственно, сейчас мы знаем уже о том, что Facebook запретил рекламу криптовалюты в своей социальной сети, также Twitter также ограничил рекламу, поэтому это, конечно, давит на котировки биткоина и вот уже на данный момент они также находятся под давлением. Вместе с этим стоит отметить еще несколько позитивных новостей. Финансовый директор компании PayPal утверждает, что в случае, если в ближайшее время курс криптовалюты устаканится, ну то есть если такой существенной волатильности на рынке криптовалют не будет, то они будут всячески поддерживать все возможные проекты, где будет упоминаться о том, чтобы ввести криптовалюту как инструмент торговли. Так как PayPal является платежным сервисом, да, и работает со многими торговыми компаниями, естественно, у многих торговцев возникают опасения насчет расчета криптовалютами, так как курс постоянно плавает и волатильность очень-очень высокая, да, естественно, это многих гоняет в панику, пока еще не все готовы работать с биткоином или другими альткоинами в качестве средств обмена. Поэтому если в ближайшее время курс устаканится, тогда мы увидим с вами, возможно, да, расчеты через систему PayPal уже в криптовалюте. Ну и так как наверняка многие слышали о том, что США вышла из ядерной сделки с Ираном, да, естественно, Центральный банк Ирана уже начинает обдумывать меры того, как бы им внутри своей страны, да, ввести торговлю через систему блокчейна, то есть торговлю криптовалютами. Почему так? Потому что все-таки создателями системы SWIFT являются Соединенные Штаты Америки, да, там помимо всего и англичане принимали активное участие. Естественно, вся эта система очень сильно контролируется, и наш ЦБ, кстати, неоднократно заявлял о том, что они рассматривают возможность использования технологии блокчейна для расчетов, для торговли. Сейчас Центральный банк Ирана всерьез задумался над тем, чтобы начать торговать криптовалютами, ну и использовать систему блокчейна. Поэтому популярность этой криптовалюте, безусловно, придает все больше и больше людей, планирует нам, возможно, покупать криптовалюту уже в ближайшее время, тем более сейчас цены на криптовалюту значительно просели, да, по сравнению с прошлым годом, когда мы достигали своих пиковых значений. Вот, тем самым, естественно, приток денег на бирже, естественно, увеличился. Итак, давайте уже более подробно рассмотрим техническую часть. Начинаем мы традиционно с биткоина. Здесь у нас ситуация складывается в следующие. Еще на прошлой неделе мы с вами говорили о возможной коррекции данного инструмента и о том, что уровни той коррекции могут достигать 8,5 тысяч долларов за одну единицу, что мы видим успешно реализовалось. Вот, и мы видим сейчас то, что цена как раз консолидируется в области 8,5 тысяч долларов и 7,7 тысяч примерно. Этот уровень, я думаю, стоит выделить, так как он в истории, да, являлся неоднократной поддержкой для цены биткоина. Итак, пока какого-то серьезного слома тенденции не произошло, то есть на данный момент все-таки приоритетным мы, по крайней мере, я буду рассматривать длинные позиции по биткоину, вот, но ввиду того, что коррекция сейчас очень сильная, да, и в принципе пока покупать, я думаю, не стоит биткоин вот именно с текущих значений, на мой взгляд, это делать крайне променчиво. Так, очень выгодным уровнем для покупки как раз будет отметка 7,750, примерно этот уровень, я думаю, можно взять за основу, как раз этот уровень в истории очень хорошо себя показал, ну и плюс, если мы перейдем на более младший ценовой диапазон, да, и возьмем излюбленный инструмент Fibonacci, который многие, наверняка, трейдеры используют в своей торговле, особенно те, кто работает с техническим анализом, то как раз уровень 7,750 или 7,700 приходится на область 61,8, то есть золотое сечение по Fibonacci, соответственно, это говорит о том, что коррекция может в эту отметку прийти, и вероятность этого очень высокая, вот, поэтому стоит ожидать дальнейшего снижения курса биткоина к уровню 7,700, а уже от этого уровня интересно как раз рассматривать длинные позиции, но все-таки если вы работаете агрессивно, да, если вы входите сразу от уровня, не дожидаетесь каких-то подтверждающих сигналов, не работаете с индикаторами и так далее, тогда вход от уровня должен производиться небольшим объемом, да, потому как на 100% конечно мы не можем утверждать с вами то, что цена именно от этого уровня начнет расти, но этот уровень безусловно является ключевым для биткоина, как раз дополнительно могу вам продемонстрировать индикатор уровня Мюрея, да, это тоже индикатор, который строит уровни по историческим ценам, вот, соответственно здесь уровень 7,500 также отмечен как ключевой, поэтому даже не исключается, что при попытке снижения к уровню 7,700 мы увидим ложный пробой к уровню 7,500, то есть уровень пощупать мы вполне себе сможем. И от этого уровня, ну, безусловно, нужно будет смотреть на закрытие дневных свечек, я думаю, все-таки дневные свечи ниже уровня 7,700 не упадут, вот, и тогда уже при появлении подтверждающих сигналов индикаторов, либо другой системы, например, price action, да, мы можем с вами говорить о покупках, и эти покупки будут у нас с вами нацелены на отметку 10,5 тысяч долларов за одну единицу биткоина. Сейчас я поменяю только цвет. То есть примерно вот такой сценарий я ожидаю, это подход к уровню 7,700, возможные ложные пробои, вот, например, как в этой ситуации это было, да, но закрепление все-таки, на мой взгляд, произойдет выше уровня 7,700, и после этого уже стоит рассматривать длинные позиции до уровня 10,5. По индикатору уровня Мюрея хорошим уровнем как раз вот 10,600 он отмечен, до этого уровня как раз можно будет удерживать длинные позиции по биткоин, по паре биткоин-доллар. Следующий инструмент это эфир. Здесь у нас картинка очень похожа на биткоин, в целом динамика пока складывается не в пользу быков. Отработали мы промежуточный уровень, о котором говорили на прошлом вебинаре, а именно 640, да, мы его специально отметили, и в целом коррекция как раз к этому уровню у нас произошла. Сейчас на данный момент мы все-таки торговим сниже уровня 700, поэтому вероятность продолжения коррекции, она остается в силе, вот, и на мой взгляд коррекция может даже продлиться до уровня примерно 580 долларов за одну единицу эфира. Вот, но, как мы с вами знаем, да, эфир он более волатилен, чем биткоин, по крайней мере движение там более сильное по объему свечей, может быть, в ценовом выражении не так много эфира проходит, но, тем не менее, эту волатильность тоже стоит учитывать. Согласно индикатору уровня Мюрея, здесь как раз очень сильный уровень отмечен на позиции 580, да, который у меня отмечен на первом графике, и уровень 500, но это круглое число, насколько мы с вами наверняка многие знают то, что круглые числа криптовалюты отрабатывают просто замечательно, и в целом, если до уровня 500 будет коррекция, я этому удивляться, безусловно, не стану. Если посмотрим по Fibonacci, то как раз уровень 61,8 у нас падает на отметку примерно 500, так, давайте посмотрим, примерно 530, то есть вот в этой области как раз и рекомендуется наращивать или открывать длинные позиции по эфиру, если вы уже в покупках находитесь, безусловно, на этих уровнях можно будет добавляться, я, по крайней мере, начну покупать уже с уровня 580, и при попытках снижения до уровня 500, естественно, буду свой портфель в эфире наращивать, вот, от уровня 580 буду заходить минимальным объемом, опять же, при появлении различных дополнительных сигналов, то есть по price action, опять же, да, сложным пробоем этого уровня, касанием, возможно, уровня 500, но закреплением выше, естественно, будем покупать эфир, какие в данном случае можно рассматривать цели, то есть примерно вот такой вот у нас с вами план намечается по эфиру. Следующая цель – это уровень 800, 850, прошу прощения, по уровню Мюрея мы видим как раз 875, уровень более точный, как раз всего можно взять за основу в качестве цели по данному инструменту, да, и, соответственно, восстанавливать тейк-профиты, либо фиксировать уже руками позиции в том случае, если курс эфира вырастет до уровня 875 или 850. Следующий инструмент – это эфир классик, соответственно, здесь мы говорили о том, что коррекция, естественно, продолжится, и она уже практически сразу после нашего с вами вебинара, после нашей прошлой встречи, она стремительно продолжилась, и мы упали к уровню 14,5, о котором мы говорили на прошлом вебинаре. Видим с вами то, что после этого уровня была техническая коррекция, что в целом было ожидаемо, потому что мы отметили достаточно сильный уровень, и вообще на протяжении многих вебинаров те уровни, которые мы отмечаем, они себя с успехом оправдывают. Опять же, далеко ходить не нужно, да, опять же, посмотрите на уровень 1830, который неоднократно являлся остановкой для курса эфир классик. Какая ситуация складывается сейчас? Сейчас мы торгуемся как раз примерно на уровне 14,5, но так как по основным криптовалютам мы видим возможность продолжения коррекции. Соответственно, эфир классик до 12,5 долларов за одну монету я бы рассматривал, то есть продолжение снижения до этого уровня. Также давайте посмотрим на индикатор уровня Мюрея. Здесь мы видим то, что как раз этот уровень 12,5 тоже отмечен, причем отмечен достаточно сильным уровнем, от которого интересны уже покупки, и в данном случае целью будет отметка 25, 25, да, 25 ровно, 25 долларов за одну единицу. Посмотрим на уровни в истории, ну, примерно, да, 24,700 по Фибоначчи цель, то есть примерно в области 24,725 ровно можно будет фиксировать длинные позиции по данному инструменту. Выглядит это примерно вот таким образом, то есть техническая ситуация должна... Я рассматриваю техническую ситуацию примерно таким образом и думаю, что она так и случится. Вот. Длинные позиции буду открывать от уровня 12,500, возможно, ложные пробои, но опять же с подтверждением технических индикаторов, либо сигналов прайс-экшена, да, то есть закрепление дневных свечей с хвостами, вот как примерно вот в этой ситуации, да, выше уровня 12,5, уже буду открывать длинные позиции, цель 25, либо 24,700. Следующий инструмент Zcash, который приятно нас удивил, в отличие от других криптовалют, потому что наверняка единственный инструмент, по крайней мере, из тех, которые мы рассматриваем, который хоть что-то нам дал, дал возможность хоть заработать денег за прошлую торговую неделю. Дело в том, то, что мы с вами начинали, точнее, наш вебинар проходил примерно вот в этом промежутке, мы говорили о том, то, что коррекция по Zcash продлится как минимум до уровня 220, либо 210 долларов за одну единицу. Мы видим то, что наша торговая идея с успехом реализовалась, и, естественно, от этого уровня я рекомендовал заходить небольшим объемом покупки, и цель у нас была как раз на отметке 38 по Fibonacci, ну и плюс уровень в истории, который мы установили до этого, это уровень 350, который у нас как раз был с успехом реализован, и наша цель была вполне достигнута. Вот, поэтому на данный момент уже текущее построение у нас не актуально. Что мы делаем сейчас, на что сейчас стоит обратить внимание? Ну, во-первых, на вот это движение восходящее, давайте его поподробнее рассмотрим. Мы видим то, что агрессивно покупатели зашли в рынок, и в целом, ну, как бы, за несколько дней уже весь потенциал, а потенциал был довольно-таки немалый, примерно 150 долларов в курсе пара прибавила, и, соответственно, что мы можем рассмотреть сейчас? Ввиду того, что, опять же, многие мажоры, будем называть их так, уходят в коррекцию, соответственно, Zcash начинает также корректироваться. Где можно будет рассматривать длинные позиции по данному инструменту, а рассматривать их, безусловно, стоит, ввиду того, что мы вышли за скользящую среднюю с периодом 100, что говорит о краткосрочной смене тенденции, да, точнее, о среднесрочной смене тенденции. И на данный момент мы можем уже даже протестировав уровень 290 долларов за одну единицу, да, то есть после его пробоя, сделав ретест, пойти дальше, и следующей целью уже у нас будет отметка примерно 385. Это первая будет цель. Следующая цель будет 450. Давайте взглянем на уровни Мюрея, что они у нас показывают. Здесь картинка примерно похожая. Здесь видим то, что уровни сильные 280 и 250. Тут 250, кстати, тоже стоит рассматривать коррекцию. Дело в том, что такое движение сильное, да, но может также сильно, рынок может также сильно его поглотить. Поэтому вот эту коррекцию до 250 я все-таки ожидаю и, возможно, уже при достижении именно данного уровня начну заходить в покупки. По целевым уровням мы видим, есть отметка хорошая 375, до которой мы не дотянулись. Это как раз совпадает с 38-й линией коррекции Фибоначчи. Следующий уровень это 406, 437. Ну, дальние цели, в принципе, если мы достигнем уже 38-го уровня, точнее, 50-го уровня по... Так, не туда смотрю. 38-го, да, все верно. 38-го уровня по Фибоначчи это 380. То часть позиции уже на этом уровне можно будет зафиксировать, остальную часть оставить до уровня 450. Примерно так. То есть ситуация на рынке я ожидаю следующую. То есть это тестирование уровня 280 и возможный поход дальше от него уже в рост. Либо заход чуть ниже, до уровня 250 примерно. Давайте мы его сейчас выделим на графике цены, чтобы всем было наглядно видно. До уровня 250. Мы видим тоже, он в истории неоднократно выступал серьезной поддержкой для курса. Вот. И после этого курс может возобновить рост. Цели примерно вот такие. То есть ситуацию мы рассматриваем, опять же, через призму основных инструментов, то есть в основном через биткоина, потому что он является неким локомотивом для рынка, да, и безусловно на него стоит ориентироваться при принятии торговых решений по другим альткоинам. Поэтому расписываем ситуацию именно таким образом от уровня 280 либо 250, рассматриваем длинные позиции с целью 380 и 450. Следующий инструмент Монеро. Здесь также мы говорили о том, что коррекция может продолжиться. Находились мы примерно вот в этих, в этой области при проведении прошлого вебинара. И, соответственно, мы, собственно, эту коррекцию сейчас и наблюдаем. Уровень 190, который отмечен был еще в ходе прошлого вебинара, устоял. Мы видим то, что его с успехом протестировали, получили от него отбой, и сейчас как раз торгуемся выше данного уровня. Теперь давайте взглянем на то, что происходит у нас по мюррею. Здесь как раз тоже уровень 187,5, ну 190, да, округляем, является сильным значением. Поэтому сейчас можно рассмотреть открытие длинных позиций по данному инструменту. Какие могут быть цели? Цель может быть на уровне 308. Если рассмотреть по мюррею, как раз 310, 308 — это та область, где можно будет свои длинные позиции фиксировать. То есть примерно вот такая вот ситуация у нас должна сложиться. По крайней мере, я ожидаю именно этого от Монеро. Но предупреждаю заранее то, что работать лучше всего уменьшенным объемом и, опять же, при возможном появлении сигнала price action. По крайней мере, я буду входить в Монеро очень консервативно, безусловно, ориентируясь на то, что по основным инструментам возможно продолжение коррекции. Может и этот рынок затронуть в том числе. Поэтому, если будет длительная проторговка на данном уровне, мы увидим сигнал по price action примерно вот такого характера, либо вот такого характера, тогда уже можно будет начать покупать, и цель будет 308 долларов за одну единицу Монеро. Следующий инструмент — Litecoin, который тоже нас немного удивил в рамках прошлой недели. Точнее, были попытки активного роста, но они, к сожалению, не уничтожились успехом. Буквально сразу же начались глубокие распродажи, и мы видим то, что ничего серьезного за неделю, собственно, это и не произошло. Но были все-таки моменты такие, когда действительно очень хотелось зайти в рынок, и я даже пробовал покупать как раз от уровня 120, который мы отмечали еще в ходе прошлого вебинара. Говорили о том, что от этого уровня интересно открыть длинную позицию, но, к сожалению, пока на данный момент длинная позиция уже в рынке не сохранилась, потому как я после такого медвежьего поглощения сразу же из рынка вышел. Вышел практически в ноль, поэтому сейчас смотрю со стороны на данный инструмент. Давайте оценим ситуацию по уровням Нюрея. Мы видим то, что уровень 120 действительно является очень сильным для данного инструмента, то, что он неоднократно подтверждается в истории, поэтому цена может задержаться на этом уровне, и пока биткоины и эфиры будут дальше корректироваться, лайткоин может примерно в этих областях и остаться. Поэтому в данном случае я буду рассматривать какой вариант развития событий. Это, опять же, полноценный тест уровня 120, может быть даже с небольшим ложным пробоем. Мы видим то, что вот здесь вот у нас есть уровень, отметим его, 110 долларов за одну единицу. То есть сложный пробой до уровня 110, а затем в случае, если основные инструменты подтянутся вверх, лайткоин тоже побежит, и 180 это будет цель для покупок по данному инструменту. По крайней мере, давайте посмотрим по Нюрея. 180, да, действительно, 187 даже. Это сильный уровень, он даже ярко специально выделен на графике цены, и, соответственно, как раз это и будет очень хорошим ориентиром для того, чтобы открывать, точнее, закрывать свои длинные позиции. То есть примерно вот такая ситуация у нас должна будет с вами произойти. Следующий инструмент – это DashCoin. По нему мы также рассматривали возможность дальнейшей коррекции, которая, в принципе, с успехом реализовалась. Видим с вами то, что цена от тех уровней, которые мы отметили еще в ходе прошлого вебинара, попыталась отбиться, и, соответственно, после того, как начали продавать, сейчас мы видим то, что мы вновь переходим к тем уровням поддержки, которые были актуальны еще в рамках прошлой недели. Ну, по крайней мере, попытка не пытка, да, ничего мы от этого не потеряли. Я также заходил в DashCoin, позицию закрыл еще вчера, закрыл с небольшим плюсом, но сейчас пока нахожусь в стороне. Давайте посмотрим, что у нас по уровню Нюрея. Здесь мы видим то, что есть возможность дальнейшего снижения, но, опять же, это может быть ложный пробой, до уровня примерно 340. То есть примерно вот в эту область мы с вами можем спуститься, после чего можно будет рассматривать длинные позиции. Цель в данном случае 560. Давайте отметим ее, посмотрим по основным уровням. Так, здесь у нас как раз 23,6 попадает на уровень 560. То есть ситуация может сложиться таким образом. Мы пробиваем, точнее ложным пробоем, попытаемся преодолеть этот уровень. Если все-таки закрепление будет выше уровня 360, тогда можно будет еще раз купить цель 560. То есть примерно вот такая ситуация. Потенциал 200 долларов цены вполне интересен, тем более пока вот это восходящее движение не словлено, текущее движение напоминает больше коррекцию. То есть оно не такое агрессивное, не такое стремительное, как это было в прошлом году. Мы видим то, что цена плавно спускается. Возможно, как раз в этих промежутках набираются длинные позиции, которые могут потом вывести цену на уровень 560. Следующий инструмент – это RIDL. По нему мы, в принципе, ничего сильного не планировали, ничего серьезного не ожидали. Поэтому мы ожидали то, что цена продолжит торговлю между уровнями 80 центов и 55 центов. Давайте посмотрим на уровень Мюрея. Здесь примерно такая же ситуация. 80 центов и 55 центов – очень интересные уровни, потому что 80 является уровнем сопротивления, 55 – поддержка. Пока только в рамках этих цен у нас находится Ripple, и никаких предпосылок серьезных к росту пока не дает. Поэтому идея основная у нас будет заключаться в следующем, то есть это продолжение коррекции до уровня 55, после чего открытие возможных длинных позиций, опять же, с учетом общей конъюнктуры рынка до уровня 16. 1 доллар 16 центов. Давайте посмотрим по Мюрею. Если, допустим, недельный тайм взять, здесь примерно 1.17 у нас уровень отмечен. Ну, плюс-минус, там небольшая разница в пунктах, мы ее считать не будем. Можно зафиксировать чуть пораньше, если вы торгуете консервативно, и для вас важно сохранить накопленную прибыль, поэтому можно выходить уже на 1.16. Те, кто любит рискнуть, можно до 1.17 поддержать сделку. Примерно вот такая ситуация должна, на мой взгляд, сложиться в рамках ближайшей торговой недели по инструменту Ripple. Следующий инструмент – это Bitcoin Cash. Мы говорили о продолжении коррекции вслед за биткоином. Это случилось. Пробили уровень полторы тысячи, сделали полноценный ретест, начали снижаться дальше. Причем по пробитию уровня полторы тысячи мы говорили даже о возможности открытия коротких позиций, но я в рынок заходить, честно говоря, не стал, потому что привык работать все-таки в пользу господствующей тенденции. Сейчас, по крайней мере, тенденция у нас больше складывается к покупкам, нежели чем к продажам. И давайте определим те уровни, от которых интересно будет покупать данный инструмент. Если посмотреть на уровни в истории, то ближайший уровень поддержки у нас находится на цене 1100 долларов за одну единицу Bitcoin Cash. Если посмотреть по индикатору уровню Мюрея, тогда тут ближайший уровень примерно 1000 долларов за одну единицу Bitcoin Cash. То есть примерно в этой области 1100 мы рассматриваем открытие длинных позиций. Соответственно, какие цели можно будет рассмотреть. То есть вот такая ситуация нам будет максимально интересной. Следующая цель – это 2200. Мы еще отмечали ее в ходе прошлого вебинара. Но мы отмечали с той вероятностью, если мы от уровня 1500 начнем очередной раз расти, я говорил о том, что покупать от этого уровня слишком опасно, так как существует вероятность коррекции по основным инструментам. В целом это реализовалось. И сейчас мы ждем продолжения снижения до уровня примерно 1100. Диапазон точнее 1100-1000. Соответственно, цель – это 2300 долларов за одну единицу, даже 2200. По Мюре мы видим, 2250 как раз является сильным уровнем. То есть примерно вот такая ситуация может сложиться на данном рынке. Поэтому тоже ждем, пока в рынок не заходим. Если у кого-то есть короткие позиции до уровня 1100, имеет смысл их на данный момент удерживать. Если коротких позиций вы не имеете, тогда лучше всего рассматривать длинные позиции от уровня 1000 либо 1100 с целью 2200, либо 2500 долларов за одну единицу. Круглые числа, не забываем про них. Цена по многим инструментам по криптовалюте, их хорошо отрабатывает. На этом предлагаю завершить нашу техническую часть. Давайте попытаться ответить на те вопросы, которые накопились у вас в минувшей торговой неделе. Итак, можно ли в Ammarcats перевести из крипты в доллары и вывести их? Мы внутри себя валюту не меняем. То есть вы можете в рамках компании Ammarcats открыть себе специальный счет, который будет номинирован в криптовалюте, а именно в милибиткоинах. Пополнить его со своего биткоин-кошелька. Совершать торговые операции на различных криптовалютах, которые представлены для торговли в компании Ammarcats, зарабатывая прибыль также в милибиткоинах. Потом снимаете их на свой кошелек и, соответственно, там уже меняете. Ammarcats – это, да, действительно самостоятельная компания. Мы существуем уже более 10 лет. Есть огромное количество регуляций, да, и, соответственно, защиты наших инвесторов. Плюс компания Ammarcats прошла финансовый аудит, доказала свою полную финансовую прозрачность. Об этом вы также можете увидеть информацию на сайте, плюс обратиться за дополнительным подтверждением к вашему финансовому консультанту. Итак, давайте вопросы посмотрим, какие у нас возникли по торговле. Эфир Классик. Если я не ошибаюсь, сейчас, на данный момент, курс Эфир Классик торгуется на уровне 14,5. Так, сейчас полноценно проверю. Да, сейчас уровень его примерно 14,5 долларов за на одну единицу, поэтому не знаю, откуда у вас цены 18, Александр, где вы их берете. Вот, по крайней мере, я свою торговлю и свои торговые идеи, да, рассказываю в рамках тех цен, которые есть на платформе MetaTrader 4, которую предоставляет компания Ammarcats. Александр, прошу прощения, там без фамилии указано. Вот вы спросили про вторую цель, уточните, какой инструмент вас интересует, соответственно, вторую цель мы с вами обсудим. Откуда брать самые свежие новости? На самом деле, таких централизованных источников мало. Я смотрю практически везде. И различные телеграм-каналы читаю, и множество других источников. Но, опять же, никто не мешает вам регулярно читать источники там Bloomberg, MarketWatch, Investing.com. Пусть это не самый популярный портал для трейдеров, но, тем не менее, чтобы быть в курсе основных событий, его будет вполне достаточно. Вот. Просто торговля фундаментальным анализом, она, конечно, подразумевает очень огромное количество тонкостей, нюансов и так далее. В моменте, конечно, реакцию сложно поймать на рынке, но, тем не менее, если для вас важен именно просто новостной фонд, чтобы вы хотя бы примерно представляли, что происходит на рынке, какие перспективы, какие мнения, комментарии звучат в отношении данного рынка. Investing.com, опять же, телеграм-канал, ссылка на который вы сейчас видите на своих экранах в чате. Подписывайтесь на него, мы там укладываем огромное количество полезной и нужной информации для рынка криптовалют, не только с точки зрения технического анализа, но и с точки зрения фундаментального анализа. Поэтому, подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе того, что происходит с рынком криптовалют, будете всегда в курсе основных новостей, плюс есть специальный чат, где можно пообщаться с трейдерами, задать все интересующие вопросы нашим трейдерам, аналитикам, ну и, соответственно, получить, опять же, огромное количество полезной информации для себя. Марат, соответственно, криптовалюта вот с тем наименованием, которое вы сейчас написали в чате, мы ее не рассматриваем, и поэтому мне сейчас сложно сказать, что будет с ней в ближайшее время. Вот, а как правило, те торговые идеи, которые предоставляются в рамках наших специальных вебинаров для трейдеров компании, и не только, мы рассматриваем именно те активы, которые есть в рамках компании Аммаркетс. Александр Макаренко, по поводу котировок отдельно можно рассмотреть вопрос, если вас интересует это, вы можете написать службу технической поддержки компании Аммаркетс и уточнить, откуда были взяты котировки и, собственно, решить для себя данный вопрос. Я понимаю то, что сейчас, возможно, для вас это слишком важно, но в моменте я вам сейчас не могу сказать, собственно, почему здесь цена одна, а у вас цена другая. На каких биржах вы смотрите, я тоже пока не увидел, но, тем не менее, хочу сказать о том, что все вопросы решаемы, если вас что-то не устраивает, да, или вы бы хотели, например, уточнить цены по другим монетам, то, пожалуйста, обращайте support.sobaka.markets.org, там все будет подробно вам доступно и понятно. Итак, по поводу установки стоп-лосса. В данном случае, безусловно, я их ставлю, где можно устанавливать стоп-лоссы. Как я уже говорил ранее, я в основном стараюсь входить в рынок консервативно, то есть не просто, когда цена подбирается к уровню, да, я сразу захожу, а я стараюсь дополнять свой вход какими-то различными сигналами, то есть это либо сигналы технических индикаторов, такие как MACD, RCI и так далее, либо ориентироваться на price action, причем price action работает здесь тоже очень хорошо, то есть вот эти ложные пробои, да, о которых я говорю, они формируются не просто так. Естественно, цена спускается за различными стоп-лоссами для того, чтобы набрать в рынке как можно больше ликвидности. Вот, поэтому стоп-лоссы ставить, безусловно, необходимо, и куда их можно поставить? Естественно, за последний минимум свечи, которые являются для вас подтверждением. То есть как только вы увидели технический сигнал по price action, да, как только там сформировался большой хвост свечи вниз под уровень, за этим хвостом можно поставить стоп-лосс, и очень минимальная вероятность, что этот стоп-лосс работает и будет выпить. По ZipCash цели, давайте еще раз повторим, цель первая — это 380, вторая цель — 450. Александр, я понимаю ваше, может быть, недовольство. Еще раз вам говорю, я на данный момент, мы акцентировать внимание на данном вопросе не будем. Дело в том, что я не занимаюсь предоставлением котировок, и если вас интересует вопрос, откуда они берутся, и там возможны какие-то несоответствия цен, еще раз вам повторюсь, напишите в службу технической поддержки компании «Амаркетс», и вам подробно все разъяснят. Так, медианная трехмесячная «Ямая» летит вниз по биткоину, месячная тоже развернута туда же. Таким теплом бычьего тренда, боюсь, не будет в ближайшие пару месяцев, пишет Адам, ваше мнение по этому поводу. Безусловно, на крупных таймах еще не все технические индикаторы успели развернуться. Опять же, я не говорю о том, что сейчас мы сможем увидеть какой-то полноценный тренд, который будет хотя бы похож на то, что было у нас в 2012 году, но с точки зрения технического анализа на ближайшую торговую неделю, на мой взгляд, будут актуальны именно такие идеи. То есть я не говорю о том, что мы сходу сейчас залетим по биткоину на 30 тысяч долларов или хотя бы даже на 20 или на 15. То есть мы рассматриваем небольшие цели. Я не работаю именно спекулятивно в долгосрочном плане. Можно отдельно купить себе на кошелек криптовалюту, если у вас есть огромная вера в то, что биткоин будет в ближайшее время 30 или 40 тысяч долларов и так далее. Это будет более, скажем так, оправданный вариант. Но для меня все-таки больше интересны спекулятивные позиции. Движение биткоина хотя бы в 1000 долларов приносит мне уже ощутимый результат. Поэтому те идеи, которые мы рассматриваем, мы рассматриваем на ближайшее время. И трехмесячные скользящие и различного рода другие технические индикаторы, безусловно, они могут вселить неуверенность в вас по идее, которую я сегодня озвучил. Но опять же я не говорю, что я даю какие-то рекомендации конкретные к действию. Безусловно, каждый трейдер принимает решение сам. Я озвучиваю, безусловно, то мнение, которое сложилось в рамках нашего аналитического департамента компании «Амаркетс». И как это интерпретировать и как с этим работать, безусловно, решать вам. По крайней мере, я буду заходить в рынок именно согласно тем идеям, которые я сегодня озвучил. И я руководствуюсь именно теми инструментами, которые вы сегодня видели на графике цены у меня на экране. Поэтому, безусловно, учитывать можно многие моменты, но если использовать много инструментов, то в итоге никогда в рынок можно и не зайти. Можно смотреть на одно, на другое и так далее. И поэтому будут постоянно возникать только сомнения. Графики дневные использую. Безусловно, часовые графики рассматриваю редко. Дело в том, что бывают ложные проколы, ловить минимальную или максимальную цену тоже не стоит. То есть это не самая лучшая затея, потому что никто на 100% не знает, где остановится рынок. Поэтому я, как правило, ориентируюсь на дневное закрытие свечей, чтобы уже понимать уверенность в своих сделках, в своей торговой. То есть на часовом графике мы легко можем пролететь любой уровень, но уже там спустя несколько часов мы к этому уровню можем прийти и даже пробить его заново, только уже в обратном направлении. Таким образом сформируем сигнал price action для того, чтобы покупать. То есть важно всегда обращать внимание на закрытие торговых сессий, для того, чтобы понимать, куда дальше будет двигаться курс различных криптовалют. На этом, уважаемые трейдеры, я предлагаю закончить наш сегодняшний вебинар. Было приятно со всеми вами пообщаться. Надеюсь, та информация, которая была озвучена в рамках сегодняшнего вебинара, станет для вас полезной и продуктивной. Еще раз напоминаю, что для вас доступна возможность подписаться на наш телеграм-канал, а также зарегистрирующись на сайте компании Амаркетс, вы можете получить бесплатную книгу от нас, написанную нашими трейдерами, аналитиками о том, как работать на рынке криптовалют, где как раз есть и фундаментальный, и технический анализ. Ну и также не забывайте посещать регулярно наши вебинары. Напоминаю, следующая наша конференция состоится в следующий четверг, также традиционно в 19.00 по московскому времени. Всех буду очень рад видеть. Надеюсь, придем к следующему вебинару с положительными результатами. Еще раз всем желаю успехов в торговле, хорошего вечера. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...